представьте такую задачу у вас есть большой набор запросов которые вы хотите передать некоторому веб-источник например сайт у меня 50 строчек с кодами фьючерсов московской бирже я хочу получить по ним статистику для этого использую сайт инвестиционной компании финал в этом окошке я ввожу код фьючерса по умолчанию стоит один час я хочу статистику за день прокручиваю вниз и нажимаю получить файл файл огружается на жесткий диск моего компьютера после этого я ввожу следующий код снова меняю временной период снова нажимаю получить файл и так требуется 50 раз причем 50 раз для того чтобы выгрузить статистику за одну дату а необходимость такой выгрузки может возникать в разные даты и каждый раз придется выгружать таким образом 50 файлов пусть вас не смущает содержательная специфика решаемый много задач в качестве примерной задачи на месте этой содержательной специфики могла быть любая другая главное что есть большое количество данных которые следует подать в качестве запроса к некоторому веб-источник в моем рассказе я постараюсь максимально избегать содержательной специфики моей задачи но несколько слов о фьючерсных контрактах и об их спецификации придется сказать потому что иначе будет непонятно как формируется url адрес запроса три варианта действий для выгрузки статистики по каждому из 50 фьючерсных контракт первый делать это вручную я это делал много раз у меня рука набита и занимает это примерно 10 минут но надо учитывать что контрактов может быть и не 50 100 200 допустим на московской бирже очень много фьючерсных контрактов выгрузка требуемого объема может занять очень много времени кроме того поскольку это рутинный процесс внимание притупляется и возможны ошибки допустим фьючерсные контракты на акции афк система бывают текущими то есть относящимися к нынешнему кварталу а бывают относящимися к будущим кварталам и можно случайно ввести спецификацию контракта не текущего квартала а второго квартала следующего года эта ошибка вряд ли будет замечена разве что если она приведет к каким-то дальнейшим ошибкам в вычислениях или в работе какого-то алгоритма основанного на этой статистике что согласились не здорово если не вручную выгружать статистику по всем контрактам то как второй способ предполагает поиск api application programming interface у интересующего веб источника в моем случае у сайта финама если такой api есть и он открыт для посторонних людей то это очень здорово это очень упростит процедуру выгрузки статистики скорее всего у сайта финама есть api но он либо закрыт для посторонних людей либо я его не нашел третий способ выгрузить статистику предполагает программирование предполагает парсинг html кода сайта чтобы посмотреть html код сайта надо вызвать веб-инспектор в хроме я могу нажать правой кнопкой мыши и выбрать inspect откроется окно с html кодом в html коде можно целенаправленно найти кнопку получить файл снова нажимаю inspect именно именно после клика правой кнопкой мыши на кнопке получить файл что я вижу я вижу просто надпись получить файл а хотел бы увидеть здесь url адрес по которому будет направлен запрос после нажатия кнопки получить файл сожалению такого url адреса здесь не вижу что же делать я могу нажать в саму кнопку получить файл то есть запустить процесс получения файла сам файл мне сейчас не нужен мне нужно посмотреть появился ли url адрес по которому направлен запрос нажимаю вкладку network слева снизу смотрю на события которые происходили после нажатия кнопки и в этом событии я вижу url адрес очень длинный но для то что нужно я перенес его в свой jupiter ноутбук сейчас я покажу чтобы объяснить почему этот способ здесь не подходит посмотрите я разделил url адрес на 5 частей в этом адресе содержится очень много всякой информации частности даты и спецификация фьючерсного контракта сейчас она у меня здесь подается в виде объекта кода даже не спецификации целиком а только буквенная часть спецификации а цифровая часть спецификации показывающие какому кварталу какому году относится фьючерсный контракт я здесь оставил неизменном виде проблема этого url адреса в том что внутри него содержится вот такая часть и м равняется некий код этот код уникален для каждой спецификации фьючерсного контракта и меняется во времени чтобы пользоваться целом этой ссылкой мне вручную каждый раз придется выяснять этот код и вносить его например в таблицу с данными для запроса то есть в эту таблицу это довольно большая работа вместо экономии времени получил дополнительную трату времени меня не устраивает поэтому последний способ который я и покажу дальше в этом видео использовать такой мощный инструмент как селениум подаю запрос по первому контракту подаю запрос по второму контракту аэрофлот меняю 1 час на 1 день прокручиваю вниз нажимаю кнопку получить файл файл загружается перехожу к следующему фьючерсному контракту алроса меняю временной период прокручиваю страницу вниз нажимаю кнопку получить файл и так далее все что вы сейчас видите делаю не я это все делает селению я просто озвучиваю что происходит у вас может возникнуть вопрос почему среди названных мною способов селению не первый а последний дело в том что селению во первых требует навыков программирования что далеко не всем доступно и во вторых он требует более развитых навыков программирования чем работа с api или с пакетом request какой-то мере я постараюсь это продемонстрировать на примере моего скрипта к нему и переходим сейчас покажу чанки которые далее детально рассмотрю чтобы была общая картина первым чанки импортирую все требуемые пакеты кроме селениума и данные которые подаются в качестве запросов к сайту финансов поскольку фьючерсы чувствительны к дате и запрос к сайту финансов тоже следовательно чувствителен к дате отдельный чанг посвящен работе с датами отдельный чанг сохраняет в себе мои наработки по применению пакета request дальше отдельный чанг посвящен импортирование селениума и его отдельных частей уже сразу видно что импортировать селениума все необходимые части занимает больше строчек кода чем импортирование всех остальных пакетов нужных в этом скрипте следующий чанг это функция для подачи запроса и необходимых действий в открывшемся браузере чанг с циклом для прохода по всем строчкам таблицы с исходными данных таблицы которая была загружена в первом чанге отдельный чанг для обработки ошибок то есть если например не удалось выгрузить статистику по интерау то будет 2 и 3 4 внутри чанка 5 3 дальше я специально в демонстрационных целях для данного конкретного видео остановил исполнение скрипта но есть еще и чанг 6 который нацелен на сбор всех выгруженных файлов 50 файлов должно быть выгружен их надо собрать в один файл а исходный файл удалить теперь рассматриваем в детали импортирую 6 пакетов некоторые из них устанавливаются на компьютер вместе с оболочкой анаконда в которой я и работаю некоторые надо устанавливать отдельно самостоятельно для такой установки например подходит команда pip install меня все эти пакеты установлены поэтому я не прибегаю команде pip install пакет date time мне нужен для автоматического определения текущей даты пакет о с мне нужен для того чтобы последнем шестом чанке удалить исходные файлы пакет pandas мне нужен для работы с дата фреймами формате дата фрейма представлены и входные данные и будут представлены выгруженные файлы и итоговый файл с статистикой по 50 фьючерсом пакет regular expressions мне нужен для сугубо технической процедуры замены одинарного слэша на двойной поскольку у меня windows пакет time мне нужен для того чтобы при работе селению делать остановки в исполнении скрипта и пакет trace back мне нужен для идентификации возникающих ошибок дата фрейм с 50 фьючерсами в данном скрипте я использую столбец код столбец код 2 столбец тип url дело в том что для самых старых фьючерсов и для всех остальных фьючерсов немножечко различается url адрес вот посмотрите тип нулевой различие начинается вот отсюда здесь локализуется различие есть такая добавочка случае здесь тикер двойной такая спецификация тикер называется а здесь тикер один арт в остальном url адреса совпадает чтобы генерировать вот эти числа это и вот это вот этим мне требуется отталкиваться от текущей даты и числа означает что речь идет о фьючерсах второго квартала двадцать второго года шестой месяц это конец второго квартала двадцать второго года двадцать второго года поэтому во втором чанке я единственный раз использую пакет day time здесь при помощи методов day to day и start time я получаю текущую дату вот в такой записи год месяц день дальше я делю эту дату на три части отдельная отдельно month отдельно day просто при помощи индексирования также у меня на компьютере лежит табличка формате excel такого вида такой своего рода календарь где по столбцам идут дни месяца по строчкам сами месяц случае если сегодня високосный год феврале добавляется двадцать девятый день сейчас у нас не високосный год поэтому здесь not a number был бы високосно здесь появилась бы единица у фьючерсов есть еще такая особенность что не только числами определяется спецификации но и буквами есть четыре буквы h m u и z которые тоже привязаны к кварталам h первый квартал z последний квартал и тикер е у м означает что речь идет о фьючерсе на пару евро рубль относящиеся кварталу м квартал м это второй квартал 2 означает 22 год поэтому исходную табличку я преобразую в две таблички calender l calender d эти две таблички той же размерности только вместо единиц таблички calender l то есть letter стоят буквы соответствующего квартала h m u z а в таблице calender d диджит стоят числа соответствующего квартала 3 6 9 12 дальше я пролистываю чанк посвященный реквест но обратите внимание что та ссылка с которой приходилось работать в рамках пакета реквест она огромная а ссылка с которой приходится работать в рамках selenium гораздо лаконичнее в этом преимуществе не главное но одно из а главное повторяю в том что работая с ссылкой в которой есть идентификатор и m с уникальным кодом придется каждый квартал менять этот код выяснять его и менять наконец selenium одна из сложностей selenium а в том сколько всего надо импортировать причем для разных сред набор для импортирования может быть разным в папке selenium множество подпапок в них реально можно запутаться кроме того в некоторых ситуациях требуются дополнительные действия с самим компьютером крайней мере если вы используете selenium в оболочке анаконды в частности требуется ручную загрузить драйвер для используемого браузера для хрома отсюда если у вас такой набор импортируемых модулей и классов не сработает не остается другого пути кроме как гуглить смотря на то какая ошибка у вас возникла это не очень долго но требует специфических навыков чтение программистских форумов наконец если удалось импортировать все что нужно строчкой которая запускает окно браузера то что я уже показывал запускается пустое окно браузера и как вы видите есть сообщение о том что выгруженный мною драйвер не совсем той версии какой у меня хрома но по крайней мере у меня и хрома драйвер версии 102 различие вот здесь начинается и это не влияет теперь функция причем функцию я оформил на последнем этапе по логике исполнения скрипта она предшествует циклу что в цикле уже будет происходить обращение к этой функции но по логике написания скрипта сначала я написал весь этот цикл а потом уже вырезал его часть оформил в качестве отдельной функции для того чтобы потом эту же функцию запускать из второго цикла с обработкой ошибок противном случае под был бы гораздо длиннее все строчки функции здесь вы продублировались всегда рекомендую писать функции на самом последнем этапе написания скрипта сначала надо убедиться что все работает без ошибок потому что находить ошибки гораздо проще до оформления функции когда вы абсолютно уверены уже оформлять функцию аргументом функции выступает url который формироваться будет в этой части цикла дальше я обращаюсь к объекту драйвер куда сохранены настройки позволяющие selenium работать с браузером к этому объекту я применяю метод get и подаю в него аргумент url дальше я приостанавливаю исполнение скрипта для того чтобы дать время прогрузиться содержимому этого url адреса кроме того бывает возникает реклама которую тоже хорошо бы переждать потому что пока браузер занят воспроизведением реклама дальнейшие действия оказываются недоступны для selenium selenium выполняет только то что видно на экране если на экране видна реклама то кнопки отвечающие за период погружаемых данных из-за выгрузку файла со статистикой не видны значит selenium не сможет с ними оперировать рекламу можно закрыть можно для этого добавить дополнительные строчки кода но поскольку я не спешу запуская этот скрипт я ограничиваюсь тем что просто приостанавливаю его исполнение даже если для каких-то фьючерсов скрипт не дождется пока реклама исчезнет по этим фьючерсам возникнет ошибка их url адреса будут занесены в отдельный список и уже при повторном обращении к этим адресам мой скрипт тем не менее соберет нужную статистику допустим исполнение скрипта приостановилось реклама исчезла можно приступать к операциям с элементами страницы прежде всего надо найти эти элементы страницы глазами разработчик и так видит но разработчик должен показать эти элементы своему алгоритму эти элементы находятся при помощи специальных путей бывают разные пути я использую вариант экспат давайте посмотрим что это за путь и как его найти снова заходим в браузер допустим реклама уже от демонстрировалась требуется поменять временной период для этого я как пользователь кликаю вот в эту область эта область соответствует фрагменту html кода давайте на него посмотрим снова правой кнопкой мыши выбираю inspect вот эту область на подсвечивать слева здесь в веб-инспекторе справа я нажимаю правой кнопкой мыши выбираю копии и здесь вижу разные варианты пути я выбираю экспат ничего казалось бы не произошло на самом деле буфере обмена находится путь к этой части html кода снова перехожу своему скрипту здесь в кавычках располагается скопированный экспат к html коду здесь вы видите круглые скотки открывающие закрывающие потому что это два аргумента метода find element первый аргумент показывает что я использую именно экспат а второй показывает какое конкретно значение экспат и если оставить только эту команду то selenium просто найдет этот элемент html кода на соответствующие страницы но мне нужно не просто найти а нажать для этого используется метод клик после того как selenium симулировал нажатие юзером на меню выпадающие современными периодами нужно немного подождать чтобы это меню прогрузилась после чего следует снова в инспекторе найти путь к временному периоду именно один день и снова кликнуть после чего снова подождать пока обновятся настройки веб страницы после этого я прокручиваю страницу вниз посмотрите здесь метод execute script со значением аргумента window.scroll to внутри которого свои значения 0540 это значит что на 540 чего-то наверное пикселей прокручивается вниз экран зачем это нужно затем что в зависимости от характеристик экрана кнопка получить файл находящиеся внизу экрана может быть не видна кнопка получить файл внизу экрана и может оказаться так что что окно браузера будет открыто таким образом что она будет не видна эта кнопка и чтобы точно она была видна я прошу selenium прокрутить окно браузера вниз после чего снова приостанавливаю исполнение скрипта чтобы страница прогрузилась и наконец снова использую метод find element соответствующий уже кнопки получить файл и метод клик при желании ускорить процесс не во вред результаты вы можете поэкспериментировать с уменьшением значений аргумента метода sleep заметьте что никакого риторна моя функция не предполагает почему потому что веб-страница сама после нажатия кнопки получить файл исполняет процесс сохранения файла на жесткий диск по адресу сохранения по умолчанию в моем случае эта папка download и хожу к циклу который напомню позволяет пройтись по всем строчкам таблицы с данными для запроса основной акцент в этом цикле на формирование url адреса но прежде всего я создаю объект error list это список пока что пустой в который будут складываться url адреса тех веб-страниц с которых не удастся выгрузить файл со статистик прохожусь циклом по индексу таблицы с данными для подачи запроса формирую два объекта code это полный код фьючерса и code 2 это сокращенный код фьючерса состоящий из первых двух символов то есть code 2 эта спецификация не привязанная к кварталу и году привязанная только к наименованию фьючерса дальше в url адресе будет повторяющаяся часть которую назвал url ticker она состоит из буквенных значений спецификации фьючерса причем в нижнем регистре из буквенного значения соответствующего кварталу тоже в нижнем регистре из последней цифры года дальше формирую переменную часть url адреса напоминаю что вот так выглядит неизменная часть url адреса и справа и должна добавляться переменная части переменная часть различается для старых фьючерсов я их отнес к типу url 0 и новых фьючерсов тип url 1 я уже коротко рассказывал разницу между ними переменная часть url адреса опять же состоит из букв и цифр спецификации фьючерса в нижнем регистре буквы а также входит сюда пробелы и нижние подчеркивания никаких особых премудростей главное аккуратно составить переменную часть url адрес для иллюстрации процесса я ввожу на экран значение индекса увидеть над каким конкретным фьючерсом работает этот цикл в данный момент и вывожу переменную часть url адреса после чего конкатинирую постоянную и переменную часть url адреса записываю в объект url и наконец при помощи конструкции try accept исполняю функцию downloading которая определена чанки 5.1 на случай возникновения ошибки допустим реклама не успела от демонстрироваться и файл со статистикой результате не выгрузился на случай таких ошибок или любых других есть команда except которую я включил пакеты его метод для идентификации того какая конкретно ошибка возникла потому что если просто прописать try except то ошибка будет обойдена но что это была за ошибка пользователь не увидит и не поймет дальше в список с ошибками добавляется url адрес по которому произошла ошибка и для визуализации опять же print ошибка фьючерс и его url адрес и после завершения работы скрипта выводится список url адресов с ошибками что получилось у меня у меня по всем фьючерсом выгрузилась статистика за 31 минуту да это долго но потому что у меня большие промежутки для приостановки исполнения скрипта и список ошибок пустой то есть фактически для чанка 53 работой не нашлось но если бы все таки список с ошибками был не пустой посмотрим что произошло бы в чанке 53 во первых окно браузера было бы закрыто это важно потому что бывают такие ошибки связаны видимо с тем что автоматическая работа селениума распознается именно как автоматическая работа со стороны сервера со статистикой и ему ограничивается доступ и тогда все url адреса после такого распознания автоматической работы селениума будут давать ошибки и тогда этот цикл станет бесконечным поэтому старое окно браузера закрывается новое окно браузера открывается и дальше работает цикл while до тех пор пока список с ошибками не станет пустым если бы в этом списке были бы какие-то url адреса то каждый из этих url адресов берется из списка по очереди подается снова функцию downloading если все нормально прошло этот url адрес удаляется из списка с ошибками если же что-то идет не так то снова идентифицируется возник возникшая ошибка и принтится сообщение об этой ошибке и цикл идет на новую итерацию после того как цикл отработал окно браузера окончательно закрывается что получается в итоге до тех пор пока я не перешел к работе с выгрузкой какая выгрузка другими словами пожалуйста файлы с статистикой на сегодня все в следующем коротком видео расскажу об обработке файлов а через видео расскажу о реализации примерно такого же скрипта но уже в коллабе и с использованием облака файлов аửücken файл